Вот мы социально с ним общаемся на вот этом безопасном для меня расстоянии, когда он в руках у него ничего нет, и он не может достать ни руками, ни ногами меня. Но мои руки вот все равно, вот в таком плане, если они обращены к нему, это его настраивает и убивает его вот агрессию в какой-то степени. Потому что если он увидит, что я выставляю какую-то часть подготовленную, сжатые кулаки, набитые кентасы, если у меня еще поломан нос, сломаны уши, надбровные дуги набиты, это значит, я занимался или занимаюсь какими-то боевыми искусствами, и это его уже будет настораживать. Если я вот стою еще вербально с ним на вот этой безопасной для меня дистанции говорю, то это его несколько успокаивает. Если он идет ко мне, то находясь вот в этой рамочке, я выхожу на внешнюю сторону его опасной руки, которая в меня летит, или ноги, и дальше уже буду делать то, что мне нужно. В основном я вам рекомендую покидать это место, потому что после первой атаки, если вы ее встретили нормально, то последует вторая, значит, вам нужно будет ввязываться в этот физический конфликт. Лучше всего делать что? Отталкивать его и уходить. И уходить очень быстро. То есть я раз и ушел. В этом ничего зазорного нет. Если я начну с ним соревноваться, то, скорее всего, я пропущу не второй, не третий, а еще какой-то удар. А еще неизвестно, может, сейчас подойдут его напарники, которые посмотрят, ой, что это, нашего парня там что-то там шпинают. Лучше всего отсюда уйти, и у него уже тогда, как правило, в большинстве случаев у человека агрессия спадает. У него в уме щелкнет. Чего я буду за ним бежать? Лучше я найду того, кто послабее, кто не будет от меня бегать. Вот эта рамочка, вот она. Она должна всегда присутствовать. Не подставлять блоки, не отбивать силой, а меняя вектор направления, лучше всего вниз и в сторону, лучше всего вниз и в сторону, лучше всего вниз и в сторону, и с выходом на внешнюю сторону. Я не рекомендую вам добивать человека, как это часто пропагандируется в разных секциях. Смотрите, вот здесь, что происходит. Сейчас атакует он, я защищающийся, с точки зрения юридической науки. Как только я отбил первую атаку, все, уже угрозы мне нет. Почему я рекомендую сразу же уходить? Если я начну сейчас его бить, это уже будет плюс в то, что меня кто-то заснимет, или камера, или люди, которые вокруг, и это послужит тому, что он будет говорить, что это я напал на него, и не было никакой причины, чтобы я его бил. Не надо этого делать. Добивать человека, если вам не грозит, никакая серьезная опасность. Ну, удар или захват вот этот рассматривается не очень серьезно, поэтому если я это сделал, то я могу уже уходить. Если в руках у него нож или что-то, какое-то орудие, это другое дело. Мы сейчас говорим о рамочке при летящем прямом ударе. Вот эта рамочка, и дальше я могу уходить. Смотрите, я ухожу, а его отталкиваю в другую сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...